Доброе утро, дорогие друзья! Время 6 часов 30 минут утра Речной вокзал Нижнего Новгорода Алла, ну вы ее все знаете Чемодан, красный чемодан с котами Да, и вот новый, новый, абсолютно новый объект Который мы еще ни разу не снимали Ну, я думаю, за неделю мы его обснимаем И познакомим с вами, вас с ним Александр Радищев Большой теплоход, построен в Германии Четыре палубы, 272 пассажира, 125 метров длиной В общем, красавец, белый теплоход на реке Волга Нижний Новгород, собор Вдали стадион, построенный к чемпионату мира по футболу В общем, все красоты в одном месте Ну да, все красоты в одном месте мы не перечислили Или, а, перечислили Владимир Кот, Алла Кошко, Александр Радищев и Нижний Новгород Будем знакомы Дорогие друзья, что мы хотели отметить? Мы хотели отметить, что Нижний Новгород, наверное, главный Основной порт речного пароходства на Волге Здесь огромное количество рейсов, круизных лайнеров Отправляется именно с Нижнего Новгорода Конечно, с Северного речного вокзала Москвы тоже отправляются много Но здесь я вам скажу больше И цены здесь более, так скажем, бюджетные Для вас, дорогие друзья Поэтому рассматривайте не только маршруты из Москвы А рассматривайте из Нижнего Новгорода, из Казани Ну, например, до Нижнего Новгорода Поезд скоростной, ласточка, изумительный, 4 часа С кондиционером Сидишь как в самолете Стоил что-то то ли 800, по-моему, 800 рублей 798 рублей или 799 рублей Всего И вы здесь, в Нижнем Новгороде И очень бюджетно можно прокатиться с ветерком На круизном лайнере По Волге, реке Ну, и можно даже до Дона И можно даже до моря Азовского и Черного В общем, на любой вкус Самое приятное время Это открытие новой каюты В новом теплоходе Заходим Все есть, все что нужно А самое главное, окно Куда будем смотреть Холодильник есть, телевизор есть Холодильник, он как открою, есть холодильник Холодильник есть Кондиционер Есть полочки Для всякой мелочевки Есть фен Причем, самый большой какой он был Ну, это специально для тебя Я про этот самый На первый день дается На первый день, да Ну, дальше мы купим, господи Прямо напротив окна из нашей каюты Центральный речной вокзал Нижнего Новгорода Скульптурная группа Два капитана Программа на целый день Экскурсии И 32 градуса Уже написано Так, 32 Ну, лучше, наверное, 40 градусов Не, в такую же руку У нас есть кондиционер Кондиционер у нас есть Шампанское есть И холодильник А главное Хорошее настроение Позитивное отношение к жизни Даже в 40 градусов Да, даже в 40 градусов И даже без шампанского Субтитры сделал DimaTorzok А, вот, только что ставили вон там А теперь сидим вот здесь Жизнь меняется очень быстро Дорогие друзья, никогда не отчаивайтесь Вы иногда даже не замечите Как жизнь перевернется И все пойдет наоборот Вы стояли на берегу И смотрели на белый теплоход С грустью махали ему рукой И мечтали о нем А теперь вы сидите на белом теплоходе С грустью смотрите на пристань И машете рукой тем, кто остался там Да Жизнь меняется И все в наших руках И все в наших руках И все в наших руках Без вас не начинаем Практически долго стоим Запрещается переходить с борта судна на другое судно Или на берег без поданного трапа Также запрещается находиться на главной палубе Во время швартовки теплохода Осторожно перемещайтесь по наружным палубам Особенно после дождя Когда палубы сырые, они очень скользкие Как же хорошо Ветерок, наконец-то 36 градусов Вчера в 6,42 Когда мы ехали А сейчас видим шампанское Сейчас вот слух Рядом Работает Не покладай рух А вот такое зеркало Висит у нас в каюте Да-да Вот такое шикарное зеркало С такой шикарной девочкой Я так же хочу Сидеть Да Садись Бокал вина Бокал есть Трубочку найдем Найдем Мужика в красной майке С телефоном тоже найдем На нашем теплоходе Присутствует Внештатный Помощник капитана Капитан не способен Увидеть Все Вокруг У него не хватает Для этого глаз А я способна Я наконец-то взяла бинокль А то всем людям завидовала Завидовала на тех теплоходах Вот видите Какой говорливый Помощник у капитана Поэтому У тебя чемодан был тяжелый Капитан избавится От такого помощника Очень скоро А пока Этот помощник Рассказывает Каких птиц он видит Вот И мужиков рассматривает Вот так вот Какой ветерок Жара Ну вот гроза Может быть точно Елена Распила бы я русу осень Елена Вот что вы такое наливаете Туристам на этом теплоходе Такое вкусное Хорошее настроение Что они так здорово поют Если только хорошее настроение А мне можете такое налить Сейчас попробуем Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас вертикально сниму, и квадрокоптер летает, и он сейчас прилетит. Понятно. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Красота. Отдыхаем, плюс 40. Теплоход Александр Радищев, компания «Водоход», в Макарево. Жара градусов 40, а по ощущениям, наверное, все 50. Ну, в принципе, погода хорошая. Троицкий собор Макарева монастыря. Троицкий собор Макарево монастыря. Троицкий собор Макарева монастыря. Теплоход Александр Азищев Отчаливает от Макарева Продолжение следует... Ой, ребят, какая красота! Вот так начинается наш маршрут. Нижний Новгород, а теперь вот Макарева. Макарева первый раз, первое открытие этого круиза, и это здорово. Языкина про Волгу поет. Теплоход 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 Субтитры сделал DimaTorzok Каждый вечер мы с Аллой вручную осуществляем закат солнца. Солнце настолько нравится на Волге, что оно не хочет уходить. Но природа есть природа. И мы с Аллой мужественно делаем вот такую красоту. Я думаю, вам понравится. А тепло, тепло, тепло. Градусов 28-30, наверное, да? Чудо. Чудо, чудо, да. Вот когда солнышко заходит, красота. Всем хорошего вечера и нескучной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Наш теплоход отправляется на экскурсию в город Казань, вот в таких хороших автобусах, с гидами, в общем, все чин по чину. Это что за гора? А в ответ слышат, ааа, это гора Кермен, там люди не живут, там живет злой дух. На протяжении многих лет Казань всегда была столицей. Столицей Волжской Булгарии, торговой столицей Золотой Орды, столицей Казанского ханства и царства Казанского, столицей Казанской губернии и столицей Республики Татарстан. Поэтому к нашему городу особое приковано внимание туристов не только нашей Российской Федерации, но и всего мира. В Казань стоит приехать и увидеть то, что нельзя увидеть в других городах. Ну, например, именно Казань – это место, где находится Казанский Кремль, памятник архитектуры XVI века. Именно на территории Казанского Кремля можно увидеть Благовещенский замок, который был построен на базу Иоанна Грозного. Здесь можно увидеть мечеть в полушарии. Ну а главное – увидеть место, где было явление и обретение казанской иконы Божьей Матери. Где 21 июля 2021 года будет открытие нового храма, в котором и будет находиться казанская икона Божьей Матери. Мы в Казанском Кремле, здесь бывали уже много-много раз. А сегодня с погодой повезло – небо голубое, аж синее. Но жарища, ребята, ну по ощущениям 40-45, не меньше. Самая красивая смотровая площадка Казани, с нашей точки зрения, или просто мы еще многих не видали. Две красоты в одном кадре. Ну, Казани, представляете, урожаете свои великолепные. Ну, это как-то все, дня на три приехал. Да, больше не хватает. Ребята, одного дня точно не хватает. Ну, никак. Ну, никак. Заходят деньги, на возрождение, на то или на другое. Ну, я даже не знаю. Есть такой... Субтитры создавал DimaTorzok Татарская пизанская башня, наклонена около двух метров. Субтитры создавал DimaTorzok Главная пешеходная улица города Казани, улица Баумана. Как правило, все экскурсии проходят здесь, и, как правило, заканчиваются здесь. Огромное количество всяких магазинов, где можно купить всякие местные сладости. Там тарелочки, колокольчики и прочие... Сувениры. Сувениры, подарки для своих близких и родных. Мы здесь бывали много раз, дорогие друзья, вам эту улицу показывали, и фонтан, и кота Казанского. Все показывали. А вот площадь фонтанную, с красивыми фонтанами, мы все время видим из окна автобуса, проезжая мимо. Поэтому мы решили сегодня уйти от стандартного маршрута и показать вам нестандартную площадь. Ну, и сами посмотреть тоже. Площадь фонтанов, или площадь у театра, у театра Камала. Не знаю, как я правильно ударил, не Камала и Камала. Площадь кондиционеров. Тут хоть дышится нормально. А вот как хочется вам в той лодочке оказаться, мы бы сейчас заплыли прямо внутрь фонтана. А? Да, в такую-то же ароматуру. А может так и произойдет? Вай-вай-вай, стене нужен ремонт. Скоро все починим. А пока посмотрите налево, там самый большой фонтан Казани. А вот и обещанный самый большой фонтан Казани. Он даже выше Аллы. Выше? 30 минут на такой лодье, 300 рублей. Так, это Свияжск? Это Свияжск. Спасибо. С нами работает водитель Айрат. Его зовут номер нашего автобуса 044. Будем в Свияжске выходить и возвращаться, поэтому просто нам запомнить номер нашего автобуса. Вашу... Вход в город Свияжск. Туристы все как вареные. Аплодеком. Я Howard Мали. Казани. grandfather Филипп give off. Аплодеку. Туристы все как вареные. Но мы не будем 73 плюс Beauty 있어서 и победить. Даже у нее приехалить bankrupt. только комбор réponse на 2022, Forceしい Uhu-傷 сопрождаторами. Субтитры подогнал «Симон» 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 Мы покидаем город Казань Субтитры подогнал «Симон» 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 Например, по-другому я засомневался Наш теплоход разворачивается в узкой бухте Но настолько узкая, что карман нашего теплохода чуть ли не касается тот стороны существования А нос, сейчас покажу А вот нос чуть ли не касается этой стороны Такая вот красота И восход солнца еще А это работают всякие боковые двигатели Я уж не знаю, как они называются Но, в общем, помогают кораблю маневрировать Время 3 часа 20 минут Наш теплоход Александр Радищев Медленно, медленно, боком Ну, по всей видимости, у теплохода есть какие-то боковые Двигатели И мы боком-боком причаливаем пристани болгары Болгары еще спят Они не знали, что мы уже здесь И так рано Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 4 утра Мы тайком покинули теплоход Александр Радищев Почему тайком? Потому что 4 утра Тоже работает в это время Но так хорошо Солнышко только-только встает Прохладно, птички поют А нам уже хочется погулять Мы забрались в 4 утра на этот бугор Чтобы посмотреть на теплоход Александр Радищев Сонный Вот можете представить Вот такая красота А все, все спят Ну, матрос один там палубу моет И все Все, ребята Все остальные спят А мы сейчас Весь поселок Болгар Обойдем Солнышко наше уже приподнялось Над рекой Волгой И буквально отсюда Тут, не знаю, может 3-4 километра И уже Устье это называется, да? Реки Кама И сегодня мы туда пойдем В город Елабуга Но об этом будет другой рассказ А вы, дорогие друзья Не уходите далеко Ой, какая красота Ал Ал Жалко, что наши зрители Не чувствуют Запах Запах сена Не просто сена, да? А вот разгоряченного на солнце сена На теплоходе все спят, Ал? Спят все А мы ходим Нюхаем сена Цветы Разговариваем с птицами Фотографируемся Снимаемся Здесь такие просторы Хорошо, что можно Там приедем сюда И утром Пойти уже Поехали Да, а мы не ожидали такого Не ожидали А никто не ожидал Ребят, мы впервые здесь Но мы поняли Что главное в Болгарах Это просторы Это поля Луга Теплый ветер И Линия горизонта Вот сколько видно На 5-7 километров Просторы 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 Дальше Ааа Ушла Я-то снимаю Дорогой К Белой мечети Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Дорогие друзья, 6 часов утра Погода великолепная, солнце, голубое небо А так как нет ни такси, ни автобуса, все спят, теплоход спит Мы решили пешочком пойти до Белой Мечети Правильно мы делаем или неправильно, честно говоря, не знаем Ну у нас один из принципов нашей жизни Лучше жалеть о том, что сделал, чем всю жизнь жалеть о том, что не сделал Поэтому сейчас прогуляемся, потом вам скажем, правильно мы сделали или неправильно А я иду и думаю, а может еще надо было вообще прям в 3 утра сюда рвануть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Белая Мечить Болгар Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Здесь можно посмотреть любую страницу! Вот так выглядит эта заглавная страница! А эта внутри следующей страницы! Вы скажете, что здесь арабский текст, как перевести? А вот все можно! Нажимаете кнопочку и можно почитать любую страницу Корана! Смотрите, как интересно! Мы в музее болгарской цивилизации! Подойдем к главному болгарину! Алла, расскажите пожалуйста, что это такое? Это вот комплекс! Музей! Это макет городище! Вот мы сегодня... Да, мы сегодня были! Вот здесь аэродром, вот видите по центру! Здесь вот белая мечеть! Белая мечеть! Рядом высшее учебное заведение! Где готовят мулу! Да, мулы? Да! Да! Священников! Здесь музей хлеба! Рядом музей хлеба! К сожалению, мы там не побывали! И нам придется вернуться сюда снова! Алла! Ты готова? Да! Коран! Смотрим! Сам Большой Миле! А вот здесь вот как раз наш теплоход стоит! Вот смотрите! Вот он! Мы сейчас находимся вот здесь вот в этом музее! А вот наш стоит теплоход на пристале! А вот Волга! Волга! Волга река, да! Вот это вот здесь как раз сам Большой Коран! Под желтым куполом! Здесь вот церковь! Развалины старой мечети! Четырехугольника! В общем, вот такой интересный макет! Очень интересного музея! Где, мне кажется, любопытно будет и взрослым! И детям! Да? Точно! Ну, я уже не знаю! Алла, не заплывай на середину Волги! Ой, даже хорошо там! Подплывай ближе! Наш теплоход Александр Радищев Отправляется с древнего города Болгар Старший оператор за работой Младший оператор ходит Какой же красивый город Болгар А главное А мне нравятся вот эти пейзажи Вот эти облака Облака какие А Волга Алла наконец сделала то что хотела Искупалась в Волге Ребята Волга закипела Рыбы все повылазили посмотреть на это чудо Чудо из чудес Алла кошка в Волге В Волгарах В Волгарах Да Вот и наступил отдых у Володи Да Какая-то птица летит Летит и большая Там рыбаки кричат Меняют рыбу на пиво Понятно Птицы очень поют Интересно телефон передает или нет А ведь Теплый-теплый Да Вов Без круизов не сможем Возможно Да Влюбились Бывалась красота Да Очень И с погодой повезло И с новыми местами красивыми повезло Есть люди Которые Везде найдут что-то не то Что-то им не нравится А мы куда не приедем Мы в таком восхищении от природы От людей От памятников Наверное мы ненормальные Да нет Почему Просто нам все нравится Нам все нравится Можно копаться в чем-то нехорошем Это же А мы этого Многие говорят Что вы ненормальные Почему вы везде Ну кто-то приедет Конечно может не понравиться Везде везде хорошие А нам здесь очень понравилось Честно А люди какие А люди вообще прекрасные А ребята какие Да Серафиму привет отцу В три утра В три утра Два пацана на велосипеде Да это вообще картинка из детства В три утра На велосипедах Едут на рыбалку Вот им запомнится Вот это жизнь Да Вот это детство Где-то вот тут Находятся тетюши Мы туда приедем через день Мои любимые тетюши Это в принципе тетюши Явились тем отправным пунктом За которым мы оказались на этом теплоходе Алла Мне приснились тетюши Хочу в тетюши Хочу Хочу И все Пришлось гуглить Искать Мы нашли тетюши Нашли теплоход Который идет в тетюши А это бывает редко И вот мы здесь На теплоходе Который идет В тетюши Ой какая красота Вот такая вот Ширь Здесь Волга И будет уже Река Кама Дальше Все Люки Курят Чуть Пам Секунь А там Все Понятно Да Вот Ну давайте Там Если Снять Сечу Какую-то Поверенность И придавить Сначала Перевернуть Ну рукой Удерживать Некоторое время Так сделать Убрать От сетки Тогда она не будет Преливаться Ага А как она От сетки Тогда Детую сделала Можно губку Ножить Губку Все намного проще Ага А что ей скажите Жирей Давай Просто маленькую бутылочку Заливаем в альфаре Перевернуть А там она Закрытую Да Там получалось Наглотик Последить Вот папа Порадуется Продолжение следует Продолжение следует Ну что ж А вот теперь Теперь Вы Будете определять И по вашим аплодисментам Мы будем Оценивать Правильность Завязанного Галстука Друзья Ну больше Больше аплодисментов Конечно Ну что ж И конечно же Ваши аплодисменты Нашим участникам Они были Великолепны Это было Просто Чудесно Субтитры Игорь Негода Игорь Негода Добрый вечер, дорогие друзья Время девятый час вечера И в это время все как положено по расписанию Солнышко подошло к закату Завершается... А вот сегодня какой день? Четвертый 30 июня, если не ошибаемся сегодня Завершается 30 июня Завершается таким потрясающим фейерверком Солнечных лучей Характерного неба Был дождь А посмотрите на воду Какая вода мрачная, сумрачная Прям напоминает какую-то сибирскую реку А мы, дорогие друзья, идем с вами по реке Кама Вышли с Волги, зашли в реку Кама Двигаемся в сторону Елабоги Где мы будем завтра Хорошей вам ночи Всего самого доброго Доброе утро, дорогие друзья Наш теплоход Александр Радищев Подходит Пристани Города Елабога Суровый город Суровые теплоходики Суровые берега Велабога Суровые берега Велабога Велабога у нас Это просто высший класс Город ногами Спешите видеть сами Не скучай, народ Тебя Велабога ждет Там дорога лучше, чем тут Внизу дали Вот здесь идите Конечно, интереснее Туристов Александра Радищева Ждут хорошие автобусы С кондиционерами Что очень важно У нас номер 3 Посмотрим, что нам покажут Усадьба Дуровый Дом-музей В центральной части Этого маленького зала Мы постарались Воссоздать условный интерьер В доме Дуровых Старинный диванчик Имитация камина У стены Среднодетальная шкатулка Называется симфонион Виде Кадры из фильма Сергея Бондарчука Война и мир На мониторе представлены В бою за Шеварденский Это прообразы Нашнего бронежилета Здесь представлены Именно Кутузов Обратил внимание на то Что ординалец Очень сильно хромает На левую Ваше внимание на то Что господин Вот так Делал этот дом В 1901 году Хотя она не в доме Но мы 35 лет Ее любимые собаки Как будто она у себя Ютила со всей А в круге живым Особенно дружна была С семьей городского головы Ивана Васильевича Шишкина Портрет Ивана Васильевича Противоположный От меня стены Как кавалер И до последних дней Своих верна была клятвия Которую дала императору Почти 60 лет Проносила мужское имя Себя называла Господином Александровым Говорила о себе В мужском роде Носила мужской костюм Дом-музей Здесь он провел Свои детские и юношеские годы Как раз Живописная копия С известной работой Его друга Брисского И соратника Ивана Николаевича Крамского Крамской Прожил в возрасте 48 лет Всего Иван Марч Прожил 66 лет Скончался он От сердечного приступа В своей мастерской Мы находимся на балконе Дома-музея Ивана Шишкина И его семьи Он сладит там Вот такой красивый вид Можно было никуда не выходить Садиться и рисовать картины Или баланс Картины рисовать 800 картин нарисовал Художник Шишкин Может и больше Но это то, что известно О его творчестве Ивана Шишкина Субтитры создавал DimaTorzok 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 Владимир Михайлович Бехтерев Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Алла, сегодня празднуем середину нашего круиза. Это большой праздник, ребята. Это, можно сказать, экватор. Смотрите, какие пузырики. Нас часто ругают, мол, спиртные напитки показываются. Ребят, какие спиртные напитки? Это пузырики. Ой, какая красота. Сегодня 1 июля. Середина лета, середина нашего круиза. В честь этого специально, посмотрите, на заднем плане, обратите внимание, дождя нет, а радуга есть. Все для нас, дорогие друзья, все для нас, для оптимистов. А у оптимистов и в шампансках пузыриков больше, и коньяк лучше. И вообще все замечательно, чего и вам, дорогие друзья, желаем. Дорогие друзья, у вас законный вопрос, как на реке Кама, откуда у нас вот такие невероятные красоты, персики, абрикосы. Да, все очень просто. Мы сегодня на завтраке с Аллой мужественно отказались от манной каши. И за это нам руководство теплохода подарило абрикосы. Шутка. Дорогие друзья, у оптимистов абрикосы могут вырасти где угодно, даже в каюте, в каютном холодильнике, да? За вас, дорогие друзья, и за нас. За первое июля. За тех, кто двигает планету своим оптимизмом, своими ногами, своими шагами. И, в общем, за нас путешественник. Алла, смотри, какие огромные баржи. Огромные, даже две. А сзади маленький-маленький теплоходик. Этот теплоходик напоминает тебя, Алла. Тебя. Тебя. Вот так вот по жизни, по жизни, да? Толкаешь, не смотришь на размеры, толкаешь пусы и все. Теперь я буду знать, что я маленький теплоходик. Будем считать, что это комплименты. По просьбе некоторых моих зрителей показываю, что мы едим на ужин. Но не просите дальнейший путь этой пищи. Не покажу. Добрый вечер, дорогие друзья. Чудесный закат у нас на теплоходе Александра Радищева. Возможно, вы скажете, что закат солнца не для теплохода Александра Радищева. И вы ошибетесь. Вот именно вот этот закат солнца. Именно для нас. И только мы видим эту прекрасную картину природы. Завершение очередного дня. Кстати, завершается Алла 1 июля. А завтра уже 2 июля. И так пойдет, пойдет. Смотря даже на эту грустную ноту, я хочу сказать, что у нас чудесное настроение. Чего и вам, дорогие друзья, желаю. Будьте счастливы. Не скучной вам ночи. Доброе утро, дорогие друзья. Время 3 часа утра или 3 часа ночи. Вот-вот должно появиться солнце на горизонте. Наш теплоход Александр Радищев сейчас идет в том месте, наверное, самом широком месте, где Кама, река Кама соединяется с Волгой. Наш теплоход подходит к маленькому городку. Тетюши. Город когда-то был известен своей ярмаркой. Здесь стояли сторожевые башни, ну, типа таможни. Ну, вообще, в былые времена город был известен. Последний раз этот город, наверное, засверкал, по-моему, в 1920 году, когда здесь поймали огромную белугу размером с акулу, 5 метров. Там только одной черной икры было, по-моему, 200 килограмм. Ну, а сейчас здесь останавливаются теплоходы. И это место становится все более популярным. А мы вместе с вами сейчас причалим и отправимся посмотреть на этот город, городок поближе. Уж очень это название Али понравилось. Тетюши. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дома Царский Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дет mère Rad caused my Semprehane Одного крупного города эти истории собора. Кстати, это самое первое каменное здание, построенное в нашем городе. Строительство еще началось в 1774-м, и завершилось в 1770-м году. Вот таким и красивым собор выглядит сейчас, как и доктор. История послушать про наш город. Братья и тёси. Смотрите, какой красавец мужчин. Вот я вам не служила людям. Здесь в свое время находился техникум сельскохозяйственной, дали общежитие для иногородних студентов, а потом был жилой дом. Моя парные подсвечники. Эти ангелочки смотрят друг на друга. Свеча даже нехвая, галин, начинает все писать, мечтать. Вот там и на колошице кто-то прошел. Возьмят, кто-то глаза бьет. Вот такой щиток для защиты от планы свечи. Резьба послабовая куста, стол на ходе. Получая нежная работа. Столь блудения, мастерства, терпения. Служда матерь. Она заработала, да, в Кузнецову, по полу, на словно, вот и дайки и поход. Но, а вот в этой горке, вот, друзья, вот не тарелочки с нежным цветочным однаметом. Сказал, что, друзья, он рассказал такую историю. Их родственница, молодой девушкой, работала горничная в этом купеческом доме, настало время девушки замуж выходить. И хозяйка делала ей свадебный подарок. Дали столовую, фарфорную селись. Даже в наше время получить такой подарок для молодоженок, я считаю, очень-очень хорошо. А в то время девочка из Кристианской семьи, наверное, была просто на седьмом мере от счастья такого подарка. То есть, несмотря на то, что идет война, он пишет такие добрые пожилания свои дочки, но, к сожалению, в январе своего года Андрей Голдович погибает, просто не рядом. Он приходит, вот такой письмо извещения у вас, ветер. А сейчас эта девочка-ниночка, уже пожилая женщина, которая всю жизнь проработала в нашей районе больницы. Угощение запримите и напитки вкручите. Здесь, в детстве, испробуйте наши напитки. Детям лимонад. Детям. Так, дорогие друзья, пожалуйста, угощаемся. У нас есть водопроводная вода. Она у нас очень мягкая, очень чистая, без всякого холодного пища. Она очень вкусная. Все желание, пожалуйста, выделите. Детям лимонад. Детям лимонад. Дорогие друзья, тетюши абсолютно неожиданно поразили не только красивым именем, но и гостеприимством, красотой, музеями. Невероятное количество музеев интересных. Да вообще, все очень красиво. Хочется сюда вернуться, ребята. И это честно. Аплодисменты. 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 рыбаков. Он знает, что возрождение это власть в несколько кавычных монет. А рыбаки-то честные. Зажав в стулах эти денежки, они обратно в лодку, в судно. И он говорит, я буду стартовым делом честности, мне пришлось выйти из каюты, чтобы уговорить их, что забрали они эти лишние деньги за их честность. На это и без. Я хочу сказать, как вы называли людей, которые ловили рыбу в свое время? Как вы сейчас это называли? Рыбаки, а раньше немножко раз с вами было другое. Но пока вы думаете, я хочу вам в честь строчки из грамм 18 века. И здесь были рыбодворские дворы, поставляли рыбу, но нуждались в рыбный борт. И в этой грамоте сказано. И читайте за мной, да, и даже представляете, какая же рыба раньше рыбнула. Белуги и белушки, а все три осеты, и лосось, и билы, и рыбецы, и мернестей для глазу губитка, которая вообще в город будет, отдавали посударь в рыбный форт. И рыбным локцам заказать нахрен, потому что мои предосударев красные рыбы не таили, себе не ели, никому не продавали, и дар не отдавали. Это столо-то звучало здесь, друзья. Ну, недорого, но икра все-таки во все времена стоила зелень. То есть она была дороговата. А история... Интересно, да? Такой любимый музей. Дорогие друзья, мы приехали в деревню Долгая Поляна. Сейчас идем по знаменитой в этих местах. Ну, знаменитой почему сказал в этих местах, потому что я вот никогда про это не слышал. Аллея Пихт или Пихтовая аллея. Запах стоит. Не передать. Я всегда думал, что самый сильный запах стоит в сосновом бару. А сейчас вот идем по пихтам. Сквозь пихты такой запах. Так вкусно пахнет. Такая красота. Такая красота. ...другого. Здесь стояла изысканная мебель. И даже белоснежный рояль, подаренный Елизавете Владимировне, день свадьбы. Но, к сожалению, и рояль, имущество что-то получено, что-то распространено. Ну, а что-то попуску распространено. Ну, а мы благодаря нашим неравнодушным гостям, нашим туристам смогли немного отремонтировать эту комнату, привели ее в порядок и даже приобрели рояль. Не белоснежный, так как это оказалось очень дорого. А вот рояль в черном цвете, фирмы Бейкер, кстати, Район Палетов, Дома, нам удалось приобрести и привезти сюда. И теперь здесь, в этой гостиной, благодаря этому музыкальному инструменту, как много лет назад это звучит музыка. Здесь мы с папой на массе, на стихи хозяйки Трудома и Елизавета Владимировна Новословна. Музыка на ее стихи написал янский композитор Аказин. Ну, а зимой здесь просто волшебно. Вот только представьте, здесь в царе полная тишина, лежат суббога, на лапах ели снег, и где-то там по тропиночке, по своим владениям прогуливается сама хозяйка усадьбы. День был прекрасный, глазурево ясный, солнце у нас злой царятой, как воскрешен, безбеден и тишина. День был прекрасный, глазурево ясный, как воскрешен, безбеден и тишина. Пахло, как махнет сон, Медленно гасло, лампады без масла. Пахло, как махнет сон, Медленно гасло. 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 Пахло, как махнет сон. Пахло, как махнет сон, Медленно гасло. Пахло, как махнет сон, Медленно гасло. То, что нам нужно с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Дорогие друзья, это легкое, белое, домашнее вино. Мы хотим понять за вас, за ваши добрые слова, за ваши добрые пожелания. Вы не представляете, как нам это важно. Хорошего вечера. Мы вас очень любим. На дворе уже ночь. Но еще видны отблески заката. А завтра Чепоксары. А, еще завтра Космодемьянск. В общем, завтра очень-очень насыщенный день. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, дорогие друзья. Тридчаса утра. Третья и дня. Ветно здесь. Всего должен быть восход солнца. Очень-очень. Далее возника. В горизонте темные облака. По всей видимости, красивого восхода. Сегодня день. Это действительно очень прохладно стало. Раньше даже в три утра было очень-очень тепло. Сейчас, так по ощущениям, я думаю, в двадцать с двадцать. По левому борту какая-то деревушка. А за кормой вдали, не знаю, показывает ли смартфон, виден еще один какой-то теплоход, который следует за нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Ребят, не поверите, вот здесь, в этой маленькой Мариэльской деревушке, городушке Козьма-Демиямск мы встретили еще нашего друга канала. Как вас зовут? Елена. Елена? Елена, откуда вы? Самара, Елена из Самары, она не просто пришла, нашла нас в этой деревне, а еще и вот такой вот кошечка, котик. Так, а кто из них? Я? Ну, конечно, я вот он, ты посмотри, какая я симпатичная. Голубенькая, она подошла к платью, платью. А у меня нет таких штанов коричневых, придется шить, да. Хвост есть, да. Ой, огромное спасибо. Спасибо большое. А мы все уже, ну, придется делать музей, да. Деваться некуда. Потом все к нам приезжать и смотреть. Как в поле чудес. Спасибо вам большое. Не уходите далеко. Наши путешествия продолжаются. Всего вам самого доброго. Какая красота. Маленькая деревушка или маленький городок Козьмедемьянск тоже влюбляет в себя, ребята. Идем на выставку, посвященную уникальному природному материалу мореный дуб. Говорят, что единственная в России. Исторические данные, изоритивные, об этом материале многие люди не услышали, но пользу информации дефицит с мореной, срабатывает ассоциация мореной, кто-то думает, что он крашеный. Кто-то считает, что все это топляк. То есть когда-то был лесосплат и дубовые уплаты исправляют. Ну, нет. Конечно. И велась какая-то деятельность. Но последнее предприятие, которое, во-первых, полностью работало, было. Причин все это признали нелентальными на тот момент времени, то есть может это изобретение. А балансы просто катарханула в лесу и материал выживут из всех списков абсолютно более чем на 60 лет. А балансы просто катарханула в лесу и материал в лесу и материал в лесу и материал в лесу. Часа наш теплоход Александр Радичи отправляется из Козума-Немьянска. Очаровательные деревушки наполнены народным бытом. Ну, не знаю, мне кажется, она будет интересна всем туристам, всем любопытным туристам, так скажем. Ну и здесь еще очень интересный рынок, где можно недорого купить изделия народного промысла. Рыб, ягоды, выращенные в местных садах и огородах, помидоры. В общем, рекомендуем и этнографические музеи, и фильмы, которые я сделаю. И вообще вот, к сожалению, очень не повезло у нас погода. Вот только что закончился дождь, я старался снимать. Я думаю, что фильм, который будет большой, снятый видеокамерой, несмотря на то, будет очень интересным. Поэтому, ну, как всегда, не уходите далеко, наше путешествие продолжается. Теплоход Александр Радищев отправляется с небольшого городка Мариэлл в Космодемьянск. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сегодня подходит к завершению вашего путешествия на порту теплохода Александра Радищева. За эти дни наш теплоход прошел около 500 километров по реке Кама, почти одну тысячу по реке Волга. Сегодня ночью, завтра утром, нам предстоит пройти по территории Нижегородской области. И завтра наш теплоход прибывает в конечный пункт вашего путешествия в город Нижний Новгород. Мы все вам благодарны за то, что для своего путешествия вы выбрали судоходную компанию «Водоход» и именно теплоход Александр Радищев. Я надеюсь, что по кончанию круиза вы еще долго будете вспоминать эти дни, проведенные на нашем теплоходе. Разрешите пожелать вам благополучного возвращения домой, доброго здоровья и ждем вас на будущей навигации на судах судоходной компании «Водоход», ну и, конечно же, на нашем теплоходе. Александр Радищев. Спасибо. Ну что ж, друзья, тост произнесен, а выпить вам удастся как, да? Конечно же, на волшебном праздничном... Ребят, какие характерные тучи! Очень-очень. Прям вот то ли дождь будет, то ли гроза. Ну как нам повезло с погодой в этом городе? В принципе, повезло. Очень повезло. Если и был дождик, но он не сильно омрачал нашу жизнь. Но он ночью в основном. В основном ночью. Ну, иногда немножко помочил нас, да. Особенно сегодня. Ой, какая красота! Дорогие друзья, вот такие мы лохматые. Ветер стоит. Мы на верхней палубе, на так называемой солнечной палубе. Сейчас довольно-таки холодно. Мы только что покинули чудесный поселочек или маленький городок Козьмедимьямск, Мариел. И отправляемся в Нижний Новгород. То есть, в принципе, по большому счету, практически наш круиз завершается. Это каждый раз очень печально. Печально и грустно говорить. День сегодня был очень насыщенный. Сегодня был, кроме Козьмедимьянска, у нас сегодня был наш любимый, полюбившийся уже город. Чипаксары, а как? По-местному? Чип… А-а-а… забыли. Просто, пожалуйста, я только забыл. Чупашкир, вспомнила я! Чупашкир Да, да, Чупашкир. вот кстати ты там заплатила за этот вас догоняют смотри по-моему нас догоняет сколько теплоходов ходит по волке вы не представляете в этом маленькой-маленькой маленькой-маленькой городке к восьмодневьянск одновременно стояло 5 теплоходов один ушел второй пришел этот ушел то есть я вообще не представляю там жителей меньше чем туристов приехал в их маленький городок дорогие друзья капитан уже сказал практически нам до свидания сейчас у нас будет до свиданковский ужин прощальный не хочется говорить потому что мы обязательно еще вернемся вот и вам дорогие друзья тоже хотим пожелать путешествовать кто-то на теплоходах кто-то на машинах кто-то на поездах электричках на самолетах на самолетах главное не сидеть дома главное двигаться ладно наслаждаться ежедневно новыми картинками жизни они менять менять меняется путешествия желаем вам здоровья для того чтобы путешествовать успехов в этом трудно трудном деле очень интересно но отдых и путешествие это все-таки разные ну в общем ладно что-то мы куда-то пока до новых встреч завтра встретимся в нижнем городе а у нас еще концерт будет гала-концерт но у нас наших виза номер уже там не будет это очень редкий кадр и кстати вот так со смартфона себя снимать как-то называется селфить но мы не умеем у нас чего-то дать рука трясется и вообще все пока на теплоходе александр радищев два больших ресторана для организации питания туристов этот ресторан называется него ресторан него рассчитан максимально на 68 посадочных мест на 68 человек сейчас идет подготовка к ужину завершается наш круиз мы говорим всем огромное спасибо кому всем капитану и поварам и экскурсоводам очень хорошего круиз мы много узнали тематический поэтому все вот нам хлопают с собой сегодня ужин удался как никогда а в принципе у нас каждый день был такой ужин каждый день рыба менялась груша было разное шампанское было праздное но каждый день вот такая вот красота а потому что самая главная красота она внутри нас нашей душе шоб я так жил на пенсию бабушкины сказки про любовь и отвагу где добро и правда белый свет берегут где-то вы медали заберли и за прагу и весенний праздничный сают знаю что все вместе мы народу и радость моя и счастье мое поет это все мое родное это деда в глубине это самое святое что осталось что осталось во мне это нас гранит и лечит как господня благодать это то что не купить и не отнять немножко грустно хотят немножко грустно всем немножко грусть но всем не болит пусть из лица вздохнем пусть из лица вздохнем по прошлому есть возраст и любовь È извоза стерву їсть гурь緩 хорошие хорошие Хорошее всегда. И так еще любовь для нас, Чтоб целый мир с собой запомнила она, Чтоб никогда не черпать ее до дна, Сверей и сверей любовь для нас. Мы ей подарим два крыла, Чтобы она всегда высокой была, Чтоб за собой запомнила столь изгалочные злала, Злала. Ну а чтоб круизы было вам не скучно, Все тут пульбригада будет развлекать, И в любое время, утром, днем и ночью, Будем мы играть, смеяться, петь и танцевать. И, конечно, всем надолго, Наш запомнится круиз, Как ходили мы по воде, И пока не вверх и вниз. Как ходили мы по воде, И пока не вверх и вниз. Самый талант ходит для вас. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Доброе утро, дорогие друзья! Время 3 часа с небольшим Идем мы по реке Волга Через несколько часов будет Нижний Новгород И завершение нашего круиза на теплоходе Александр Адищев Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok На теплоходе Александр Адищев Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Кто найдет время на это, пожалуйста Имейте ввиду Хотя я тяжело представляю, где найти время У меня лично его здесь нету совсем Ау, что ты ищешь в библиотеке? Радищево Почитать умеешь? А как же Фантастика На теплоходе у тебя есть время почитать книжки? Я бы еще почитала по Цветаеву В принципе, да На этом маршруте надо обязательно ставить Радищево, Цветаево В следующий раз обязательно, чтобы были здесь книжки Не говори Такие Это же обязательно А, Радищев Да ладно Ой, Радищев Точно, нет Радищев? Это его биография, наверное А, мой был Форш Радищев Ну это хотя бы о нем уже хорошо Да, биография О, о нем даже Уже хорошо Слава Богу, да Все есть Все есть Критику забираем обратно Ой Ресторан Волга Второй ресторан на теплоходе Он побольше размером, может быть немножко попроще Но так же очаровательно можно смотреть в окнах Но так же очаровательно можно смотреть в окнах Мы прибываем В город Нижний Новгород Один из самых больших Или даже самый большой порт на Волге А сегодня праздник работников речного, морского флота Все, кто имеет отношение к этому празднику Дорогие друзья С праздником вас Здоровья вам Мира, тепла в вашем доме Счастья вашим семьям И успехов в вашем нелегком труде В честь праздников работников речного, морского флота Вывешены специальные флаги рассвечивания Вот такая вот красота Восторг Маджи Кустос Маджи В Северне Северне Кустос Маджи Не страшна нам речная стихия И путейская доля не мёд Слуги водных артерий России Речники работящий народ Но и холод проверим мы реки Обстановочный выдвинем в вод Бурлаки двадцать первого века Речники работящий народ Шлюз откроет ворота стальные Судовой колыбели своей Свет зелёный путейцы включили Заходи, капитан, не робей Голубые дороги России Наши грёсты нет их родней Мы не боги Город Нижний Новгород В советские времена назывался Горький Невероятно красивый город на слиянии реки Оки Вот сейчас перед нами внизу Вот мост идёт через Оку На стрелке стоит собор Вот стрелка, где Волга и Ака Видите вдали, это уже Волга В каком месте кончается Ака, начинается Волга Я не скажу вам Где-то там Дорогие жители Нижнего Новгорода Ну-ка угадайте, откуда я снимаю Из каких кущей и зарослей Открывается у вас такой потрясающий вид Здесь у меня внизу Подо мной цветочки, бабочки Пчёлы жужжат И ощущение такое, что я нахожусь где-то в глубокой-глубокой деревне В то же время открывается невероятно красивый вид Ну, наверное, самый лучший вид, который я видел сегодня, по крайней мере За сегодняшний день Дорогие друзья, хорошего дня И прекрасных картин Ну, хотя бы примерно таких Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нижний Новгород чудо, как похорошел Одна беда Подготовка к 800-летию Это ужас, конечно Столько всего перекопано Это ужасно Напасть какая-то, как война прошла Будем ждать, когда этот праздник закончится Думаешь, есть грузинская кухня? Это название, наверное? Алла сделала себе пирожок Из подручных материалов Ну, что нашла, из того и сделала Какая-то мастерица Какая-то мастерица Мастерица просто Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok